Девушки отдыхают Вот там, видишь, на верхотуре самый костер Так, ну что, дорогие мои, всех приветствую, с вами Александр Амарок Мы с вами продолжаем играть в метро, метро Эксодис Не забывайте про лайки, подписки, пожалуйста Комментарии, будет очень приятно почитать Ну и вам, значит, и туда Погнали! Однако, здоровая здесь Волга Как ни крути Эй, берегу! Держи, конец! Давай! Эй, муряк! Где баржу потерял? Хлеболом тебя торговать будет, а? Хе! Ну, Артём, погнали! Кто первый наверху, того и тапки Удачи! Да что, погнали! Артём, князь, Аврора скрытно выдвигается на исходную Готовы начинать по вашему сигналу Принято, товарищ полковник Работаем! Как чего? Явились ведь, как отец Силантии говорил Кто явился? Слуги сатаны! Слушайте, такого фиаско я вообще не ожидал Ну, честное слово тебе говорю Так знатно обосраться Я забыл, что у нас Сей кидает Стуки стреляют Баля, у нас, слушай, выхода особо не остается Слушай, ну выбора не остается Извиняйте, родненький Ага Сдаюсь, не стреляй только Да не-не-не-не, я только тех, кто сами на нас И разверзли с небеса И пал на землю грешные доски зрачет И стала земля пеплом И вскипели моря И люди в тени обратились И только родитель наша устрела И воскутно сли приют Верные господы И с милостилился господь И промежних избрал старшего Именем Силантий И рёк ему По те поры буду с вами И буду беречь вас Пока верность мне храните Пока технику бесовскую Отвергаете 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 ли хитрость Дьяволову Так Электрический Проклятый Позар От Лукавого Там Чтобы Те 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 Отвергаете Те 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 Отвергаете Те Что Что А Что С да никто спит такие растим затирает за уши бедным ясен пень слушай мы здесь просто если наши пропустят они стрелять не будут вы старались вашим не обижать кстати а катерина сама она спросила забрать ее с дочкой ну что все понятно чего не понять сначала головорезов местных извери а теперь и за нас взялись стариков и детей тоже убивать будете тебе не угодить уезжайте с глаз долой пусть бог вас за грехи карает а мне надлежит мою беречь ну вот и молодец братья внимание не открывать слышите за стрельбу проклянул вот все что мог вы главное не стреляйте машинисту скажите чтобы не гнал мозг еле дышит не останавливаться нельзя может рухнет вам придется поймать давайте рубить с местными нас пропустят если не будем стрелять и пойдем в город а и останавливаться прием приеду князь начинай тревоги я вынимаю без приказа огонь не открывай артем прыгаем да вообще без бай неплохо мы сработали артем суши ну старались старались ладно что мы не сильно с тобой пострелять пришлось по большей части старались просто их вырубать волга осталась позади наконец-то волгу мы стоя пошли не просторы россии в последний момент мостовики похоже поверили что мы не демоны и пропустили нас с миром она была права мы вторглись в их мир и не нам его разрушать каким бы глупым он не казался электричество грех а чем это хуже вранья о том что весь мир мертв и идти некуда а ведь с этой удобной ложью согласилась все метро в ямантау мы по крайней мере узнаем была ли это ложь во благо ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили до согласенства пока не встретили да и навряд ли встретим все это больная голова просто было сушу уже смотри своей каютки артем тебя полковник в рубку зовет а я побежал вставай пора ты у меня молодец мы ведь теперь не дома так что лучше так и действовать поаккуратнее буду стараться буду стараться не так может когда-нибудь сможем доверять незнакомцам просто потому что они тоже не как это прием к 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 Ладно, идемте. Нет, тут уж сидеть не будем. Пошли дальше. Всякой всячины в эфире. Столько историй. Отец говорит, они маскируются. Говорит, это их шифры все, а не разговоры за жизнь. Но как им удается так замаскироваться, чтобы их и не видно было? Это же железная дорога, они же должны ее контролировать по всей длине, да? Или хотя бы в ключевых точках перерезать. Ну, если они нас захватили. Это же главный транспорт. Это правда. Пожилось. А мы что? Сколько лет в подземельях сидеть? Есть друг друга поэдом и даже не усомнится в том, что наверху жить нельзя. Артем, посиди за мной много. Ну, давай посидим. Дядя Артем, там дядя Достачник, уже лучше с куда делал. Сейчас пойдем, Настя. Хорошо как. Век бы так лежал. Слушай, а ты когда забирался на высотки в Москве с радио, ну, ты как-нибудь представлял себе нашу жизнь наверху? Дом наш, к примеру. Ну, место, где мы могли бы жить. Избушка на опушке леса там, например. Или хижина на берегу океана, а? Хотя, знаешь, есть что-то и в том, чтобы просто ехать вот так. Вместе. Через все эти заброшенные полустанки, руины, пустоши. Куда-то в никуда. Да еще и в отдельном персональном купе. Это же, если подумать, наше с тобой свадебное путешествие получается, да? С опозданием, правда. Но до сих пор у нас с тобой только свадебные вылазки были. В любом случае, лучше поздно, чем никогда. Я, кстати, поговорила. Сижу, вспоминаю этот мост людей этих. Ну вот, мы под землей 20 лет просидели, а они нет. Ну и что? Это ведь не те люди, которые города строили, самолеты, ракеты в космос запускали. А такие же, как в метро, только еще более задуренные и несчастные. По сути, они просто рабы. Самые настоящие. Целый день пкалывают, полночи молятся. Все по расписанию, все под надзором. Все, буквально все. Решает община. Ну, то есть, понятно кто. В Силанте этот. У них ведь даже своего ничего нет. Штаны и те общинные. Наврал им с три короба про электричество. Они и уши развесили. Не все, понятно. Но там, просто если вопросы задаешь, получай епитимью. Поклонами до молитвы шаровую молнию уничтожить. Ну, а это верная смерть. Ну, какая беда от фонарика. Что плохого в радио? Нет, только прячутся, крестятся. Как так можно человеку голову всякой дрянью забить? И всего за несколько лет? Люди вообще как-то удивительно легко верят во всякое вранье, знаешь. Главное, чтоб удобное вранье было. Или хотя бы привычное. Вот мы в метро. Ну, ладно, мы оккупантов пока нигде не встретили. Если моей футболки на антенне не считать. И Катя их видом не видывала, и крест. Но где-то там они, допустим, есть. Но ведь нам в метро не про них говорили. Не объясняли, что война еще идет. Нас все убеждали, что просто нигде, кроме метро, жить нельзя. Нам лгали, лгали, лгали без остановки. Все это время. Ради благих целей, наверное. Но все метро на вранье держится. Зла не хватает. И пока сколько мы не едем, врага никакого нету. Ни одного. Странно, нет? А отец даже слушать ничего не хочет. Следи за собой, будь осторожен, враг не дремлет. Ты знаешь, я отца люблю. Сильно. Несмотря ни на что. Но что, если все, что рассказывали ему, просто еще один слой лжи? Надеюсь, хоть в Ямонтау об этом узнаю. Как все на самом деле. Ну вот. Тебе вот рассказала, уже полегче как-то. Спасибо, Артем, выслушал. Давай помолчим теперь немного. Слушай, молчать некогда, надо зайти дальше. Надо идти. Ну, беги, куда они без тебя. Вот именно, куда они без меня, поэтому пошли. В следующий раз еще с тобой полежим, поговорим о чем-нибудь. Ладно, беги в руку. Отец чего-то хотел. Мастерскую новую сделал, молодец. Видишь, как я тут устроился. Так, короче, слово. Верстак какой шикарный, а? Все под рукой. И места свободного полно. Большая часть того, что вы с ребятами на заданиях нашли, а я у вас отобрал. На оборудование мастерское пошло. Дальше, конечно, тоже надо будет всем скидываться. И ехать, судя по всему, будем долго. А патроны и другие полезные в хозяйстве вещи на дороге не валяются. Ах, ты прав. Чем дальше от Москвы, тем, пожалуй, будет тяжелее. Так, что не забывай собирать все материалы, какие ты не заметишь. А я тут из них буду. У нас с тобой все почищено. А вот ты, непочатый край. Вот еще не решил, где костюмами заниматься. А надо будет. Слушай, смотри, неплохо увеличили с тобой. Вообще шикарно. Да, да. Артем, тебя полковник в руки ждет. Ну подожди, ну как без этого же? Выпить жена совсем. А с броником-то что? Ты опять же не кругался? Ну, тут длинная история. Хары кокетничать, рассказывай. Ну, в общем, сижу на балке, смотрю, как Артем там возится. Ну, ты, треплох. Артем, считай, всю работу сделал. Ну, это понятно. Но врать все равно не мешай. Сами за мой брат спросили. Ладно, дальше давай. Ну, в общем, я вижу, Артем к двери уже подошел. Ну и думаю, надо спускаться уже. Я вниз. А, ну, держи. Что оно? А я знаю. Темно. Никого нет. А прямо пошевелиться не могу. А мостовики эти еще про царское что-то там трепали. В общем, думаю, дело пахнет керосином. И чего? Ну, че, карабин отстегнул и как рванул. Там как раз халабуда это была внизу. До крыши невысоко. А царь этот что? Ну, старовый такой. Страшный. Болт там торчал такой ржавый. Вот я за него, спиной Броника. Ладно, пошлите. Хорошо, что у тебя, князь, как это? Гоняло есть уже. Хе. О, зайчики. А дальше-то что? О, а дальше? Дальше уже тебя этого в оборот взяли. Ну, что там? Мы с Артема Дизуя. Да иду, иду, иду я. Слушай. Удалось связаться с Ковчегом. Спасибо, ТТшник дешифратор подключил. Ковчег. Ковчег, ответьте. Прием. Это Ковчег. Назовите себя. Прием. На связи полковник Святослав Мельников. Командир отряда специального назначения. Мы приняли ваш сигнал и направляемся к вам. Как слышите? Прием. Да, да. Слышу вас хорошо. С кем я говорю? Как к вам обращаться? Зам на связи. Майор Иванов. Минутку. Да, да. Все понимаю, товарищ майор. Проверка нужна. Отлично, полковник Мельников. Отлично. И да, простите за недовение, но ситуация, как вы сами понимаете, очень серьезная. Враг не дремлет. Понимаю, товарищ майор, поэтому прошу, передайте руководству, что мои бойцы верны присяге и готовы встать в строй, как только мы пребудем в расположение. Прием. Благодарю за хорошие новости. Сколько у вас людей, полковник? Отделение прекрасно подготовленных бойцов спецназа. Отделение? Так. Ну, вас понял. Ну что ж, это отлично, отлично. Да, нас немного, но мы везем донесение особой важности. Мы направляемся к вам из района К-6 Альфа. Есть ли данные о силах противника у нас на пути? Прием. А, минуточку, проверю. Эм, К-6 Альфа, говорите. Так, товарищ полковник, в этом районе противника не обнаружено. К сожалению, нам нужно заканчивать сеанс. Мы вас очень ждем. Я немедленно доложу наверх и уверен, что вас примет сам министр обороны. Это огромная честь. Благодарю. Если можно, пару слов. Как у вас там обстановка, майор? А? Товарищ полковник, это же секретная информация. Но по-человечески я вас понимаю. У нас все в порядке. Не волнуйтесь. И до встречи на Ковчеге. Конец связи. Служу народу. Конец связи. Что-то он как-то неуверенно говорил. Не похож на военного. Что-то не кидалово какое-то. Подумай только. Сам министр. Артем, кстати, можешь на карту глянуть. Подожди, слушай, а можно выйти? Мы отправляемся прямо в Ямантал. Катерина и Крин. Сейчас, сейчас. Продолжим. Города какие-то, проезжаем с тобой. Однак, однак. Ладно, пошли. Послушаем, что там нам будет дальше рассказывать. Ой. Повезло нам. Там было много приоритетных целей. Так что можем надеяться на спокойное плавание до самого порта. Мы подъезжаем к цели нашего долгого путешествия, правительственному бункеру Ямантау. Прямая связь с ним окончательно испарила обиду Мельника на меня за то, что я разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга. И задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Его простят. Нас они простят тоже. И все поедут домой. В метро. Ох, ох, ой. Не знаю, какая-то кидалова, если честно. Дрюзина, что у вас впереди? Прием. Кругом все заброшено, но путь в норме. Прием. Добро. Не разгоняйтесь там особо. Ну вот они, уральский город. Добро пожаловать домой. Есть. До сих пор не верится. Мы ведь добрались. Добрались, понимаете. И шли мы к этой цели не неделю, не месяц, 20 лет, целую жизнь. И она была не напрасна. Теперь я точно знаю. Мама, а мы что, здесь теперь жить будем? Не знаю, а что? Мне здесь не нравится. Страшно так. Тише. Что ты? Товарищ полковник, дозимитер зашкаливает. Так, всем надеть маски, пассажиры в рубку, и задрается на губ. Да, конечно. Пойдем, Настюша. Меняем планы. Дальше пойдем на третине. Подождите там нас с Артемом. Есть подарок. А я? Ты ведь сюда столько попасть мечтала. Как правительству докладывать так без меня? Дочь я тебе или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Ха. Даже не сомневайся. Дерма, стоп, машина. Слушай, вот наши надрезины. Зараза, подвыжгла здесь маненька. Аврору отогнать в безопасную зону и всем под броню. Сейчас сделаем. Степан остается за старшего. Все ясно? Так точно, товарищ полковник? Отлично. Поехали. Видишь, как склон вскрыла? Интересно, сколько тебе это? Зараза, мне похоже. Повезло. А то у вас еще на 300 и на 500 были. Да и так, в общем, неплохо получилось. Ха-ха. Что-то здесь все вообще выгоревшие, прям кобздец. Попробуем. Германс на проводе. Сезоны вышли. Вон нормальный. Ждем вашего возрастения. Прием. Отлично. Конец связи. Что-то столько брошенной техники, прям. Смотрите, машин сколько. Видишь, прав был Артем. Со всей страны народ ехал. Да, со всей страны. Только из Москвы никого не было. Сколько времени зря потеряли. Ничего, теперь наверстаем. Все, мы уцели. Слушай, ничего, такой бункер, прикинь, сколько они в горе рили, чтобы туда попасть. Все, что там бункер сделать. Угу, это дрянское место. Число, зря мы сюда ехали вообще. Ну и, собственно, где мой велкам коммити и ковровая дорожка? Да нету там никого внутри. Может, поехали обратно? Смотрите. Камера. Назовитесь. Полковник Мельников, прибыл для доклада министру обороны. А где ваши люди, полковник? А, остались на поезде. Снаружи опасно. Свяжитесь с ними. Пусть загонят поезд в главный шлюз на дезактивацию. И добро пожаловать в Ковчег, полковник. Проходите по туннелю и спускайтесь на лифте. Снизу вас встретят. Что-то хрена его знает. Хрень какая-то. У-у-у. У наших бы здесь уже давным-давно бы народ стоял. Были посты, не посты. Мы никогда под земелью не любили. Но кто-то ты совсем в душе и воротил. Но. А чего у них тут пусто так? Ни огневых точек не поджалей. Согласен, согласен. Ни одной огневой точки. А зачем это все? Ядерная боеголовка и Таня взяла. В смысле, зачем это российская армия? Тут всегда так. Непонятно, куда скомендантская рота смотрит. Да, могли бы и прибраться. Ну и порядки нихрена нет. Нет. Все это хрень какая-то. Я вам отвечаю. Прям реальная хрень. Всем на доклад ломится. Оставайтесь лучше с крестом. Есть. Ешен. Не, 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 не. Сними, сними. Ты хоть речь-то подготовил? А то, как заклинит тебя. Это же сам министр. Че на тебя? Ночь не спал. Вот видишь, ничего Артему сказать не хочешь? Да, ты был прав, Артем. А я, пожалуй, нет. Спасибо, что не сдался тогда. Че-то у меня тоже предчувствие хреновое. Че мы сюда спускаемся. Чувствую, сейчас нам дадут здесь пиздюлей. Че-то дезактивация, не оболочковый, дезактивация, по идее. Слушай, я не... Олени какие-то стоят. Товарищ министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети. Но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ха-ха-ха, хорошо. Давно не было. Кто вы? Кто? Пошел! Че-то, пошел! Пошел! Бля! Зараза, слишком нас мало. Ой, слишком мало. Для такого замеса. Поля рубанули еще. Я же говорил, что это какая-то херня. В натуре какая-то херня. Не-а-а-а. Что происходит? Где я? Что с остальными? Все идет по плану. Все целы. Пока. Что значит пока? Я требую немедленной встречи с министром обороны. Не волнуйтесь, все будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам верховный уже ждут вас на ужин. Какой к черту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор Говаль. Где правительство гнида? Отвечай! Здесь, полковник, здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь! Вы же, вы же просто людоеды гребаные! Ну, смотри, скуп костей в округе. Спокойнее, а то у вас случится разлетие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи. Я тебе твои анализы так в жопу заколочу. Плеваться ими будешь. Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся, но молча слушает умных людей. Эх ты, сволочь! Пусти! Пусти, тварь! Мрази! Не один! Не уйдет! Не один! В общем, полковник, если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовете к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот. А я так надеялся поговорить, наконец, с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Что ж, рад был познакомиться. Яков, начинайте. Я ведь тебя с того света достану. Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока... Разрешите обманиться. Да я вас с зубами рвать буду. Всех вас под корень до войны еще надо было. Но я сейчас вас уродю. Выжечь, мрази этого. О, наши работают. Приходи, лёг. О, чётко наш. Хватит. Хватит. Всех их. Всех к ногтям. Но сначала найти Аню. Простите, и с лифтом я немного погорячился. Угу. Запусти, и вам готово. Лифт пошел, будет через минуту. Сэр, и нас, оборона. Ясэр. Минуту пройдемся. Ну что, уроды, сейчас будет вам угощение. Избирается. Избирается. Играет музыка. Играет музыка. Чуть не вальнули, говнюки. Все, чтобы на близких хорошо. Для заряжаться надо обязательно на тихоле. Играет музыка. Ну точно как наш Д6. Играет музыка. Да, и это очень кстати. Так мы Аню точно найдем. Но комплекс большой. А времени у нас, думаю, не больше 10 минут. Да, да, да. Так что придется разделиться. Ладно, ничего, прорвемся. Сэм, бери фильтра вентиляционную. Генераторный зал и склады. Идет со мной в командный центр. Артем, на тебя казармы и медблок. Я думаю, если учесть, что это доктор, значит нам в медблок надо. Так, что тут у нас по потрошечкам есть? Хикарно. Хикарно. Куша, честь я дам пожрать без свинца. Э, ну что там нам дадут, нет? Проходь-то. Ага, нашли. Нет, вообще проблемы с электричеством там конкретные. Держи. Капец тут. Знаешь, мудаки реально жрали своих прям, конкретно жрали. Артем, не нашел? Скорее, каждая секунда на счету. Да я и так. Больно! Мясо! Молода! Слушай, нормально. На дальняксе тоже берет неплохо. Ух ты! Откуда? У тырак, а? Это холодос, смотри. Своих же жрадик, конечно. Потрошки, потрошки, смотри. Хоть склад прям. Нам бы этот склад с тобой зачистить. Себе на поезд. Свои оружие, все есть. Блин, нам бы на поезд его зачистить. Вот шикарно было бы. Не, ну ты только посмотри, бля. Так, че тут? Так, че-то я не вижу проходов дальше. Не на вентиляцию, никуда. Нет. Ладно, идем. Значит, мы что-то с тобой упустили. А я никуда и не убегаю. Давай, давай, давай. Тухни, тухни, тухни. Бля, как мне заглушить эту хрень? Где вентиль взять? А, все, курил. Не сразу увидел. Слушай, мы здесь обойтись, все это дело может. Так, друзья мои. Я че вам предлагаю? Предлагаю закончить на данной интересной ноте. А увидимся мы с тобой уже в следующей серии. С тобой был Александр Марок. Не забывай подписываться. Это была игра Метро Эксодус. Лайки ставь, пиши комментарии. Ну а увидимся, когда увидимся. Всем пока-пока.